11.06 в Керой начинается программа «Дневной разворот». Сегодня среда в студии Владимир Сметалин. Светлана Занько, добрый день, здравствуйте. Такое ощущение, что весь город, абсолютно весь город уже празднует 8 марта. Мы не можем ни до кого дозвониться, чтобы получить какие-то комментарии. Я вот сейчас шел по улице, мужчины, взрослые, пожилые, молодые, идут с цветами, с тортами, с какими-то подарками, с плюшевыми медведями. В общем, уже 8 марта атмосфера, город уже все, погрузился с головой. Никому ничего не надо больше. У нас тут тоже в редакции с утра стоит огромная ваза тюльпанов, принесенных нашими мужчинами. Это очень приятно. Приятно пахнет, кстати. И мы об этом поговорим во втором части нашего «Дневного разворота». Мало того, что мы поговорим об этой дате, мы еще предоставим возможность нашим мужчинам, вам, слушатели, поздравить своих подруг, мам, сестер, в общем, всех тех прекрасных женщин, которым вы хотите передать какие-нибудь теплые слова. И мало того, мы еще будем за это вас вознаграждать. Вот мы так решили женской частью редакции. Мы можем сказать, что конкретно-то нашим мужчинам будет получить. Я так понимаю, что можно будет получить приглашение на концерт группы «Цветы». Стас Намин. Да, Стас Намин. И может быть, мы даже какую-то музычку включим во втором часе из группы «Цветы». Да, можно? Поздравляю. Так судорожно вспоминаю, но что кое-что припоминаю. Хитов там немало, да. Аудиозаписи, поздравлений наших высокопоставленных чиновников. Они уже успели. Они уже все поздравили. И у всех такие разные поздравления интересные мы тоже включим. В общем, все это во втором часе. А в первом часе мы решили напомнить, что 18 числа будет голосование не только за президента того или иного кандидата в президенты, но и еще и голосование за участки города, которые попадут в федеральный проект «Благоустроенная среда». Потому что интернет-голосование завершено и администрации города Кирова, или нет, не администрации, там формировали этот список депутаты, насколько я понимаю, городской думы, плюс члены ОНФ. Как-то так это было. А общественное обсуждение у нас было проектов? Я читаю по другим регионам. Например, Челябинск передо мной, Сахалин, Удмуртия. Там пишут, что было еще и некое обсуждение. Там немного людей, правда, пришло. Где-то сотня пришла, где-то чуть побольше. Но было обсуждение. Было ли у нас, оно мне неизвестно. Ну, смотри, на сайте администрации города Кирова, в разделе «Городские проекты», там целая страница описания этого проекта, и там есть строчка «Общественное обсуждение дизайн-проектов». Давай мы поступательно все это тоже обсудим. В общем, мы напоминаем, что 18 числа будет выложен список в пунктах голосования. И этот список включает в себя 93 территории. Территорий 93 в областном центре. Мы с Володей... Будем озвучивать их, у нас все распечатано. У нас все распечатано, вы можете у нас спросить. Значит, мы с Володей вчера долго искали, где же этот список находится, где же он находится, как же нам сообщить слушателям, какие территории в их районе выставлены на голосование. Мы его нашли в итоге. Но у вас хотим спросить, слушатели, вы знаете, какие территории в вашем районе выставлены на голосование и имеют шанс попасть в программу по благоустройству? То есть получены будут деньги, есть уже разработанный дизайн-проект этой территории, техническая документация. И если эта территория, а это может быть что? Это может быть общественная территория. Это парки, скверы, тротуары, бульвары, да, вот эти вот вещи все. То они будут благоустроены уже в 2018 году или в 2019 году. А вообще программа на 2022 году рассчитана. Да, но тут я, кстати, Володь, не поняла, на самом деле, как будут разделяться территории по годам 2018-2019. Либо это топ, например, будет браться, да, верхушка по голосованию какая-то, которая укладывается в 79 миллионов, которые в этом году будут потрачены по программе благоустроенная городская среда. Либо как-то по-другому они будут распределяться, чтобы равномерно в каждом районе, например, там в Ленинском 5, в Первомайском 5 и в Нововятском 5 и так далее. Вот это мы, кстати говоря, уточнить не можем, но хотели. Но поскольку сегодня преддверие 8 марта плюс преддверие выборов президента, то, к сожалению, ни один чиновник из городской администрации с нами на связь выйти не может. Очень загруженный, но, может быть, на следующей неделе. Не может, подчеркиваем. Мы надеемся, что хочет, но не может. Нет, они все хотят, они вчера сказали, но не могут сегодня никак нам прокомментировать, но, возможно, получится у нас получить их комментарии на следующей неделе. А можно я еще в догонку более общий вопрос задам? Верите ли вы, уверены ли вы в том, что реализация данной программы, рассчитанной на несколько лет, приведет к тому, что облик нашего города изменится в лучшую сторону? Этой конкретной программы. Вот этой конкретной программы. Еще более вообще могу вопрос задать. Меняется ли облик города, на ваш взгляд, с течением времени? Если да, то в какую сторону? В худшую или в лучшую? Это у нас такая длинная история, которая с программы «Дневной разворот вчерашний» перетекает в сегодняшнюю, потому что мы даже опрос на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте не поменяли. Мы его оставили прежним. Вчера мы обсуждали, как творческие проекты, культурологические проекты могут менять облик города и кто ими занимается у нас в городе. И там, кстати, была дискуссия, правда, не в эфире, а за эфиром звонили слушатели, говорили, о чем вы вообще говорите, какие культурологические проекты, когда пазики у нас ободранные ходят. Я, кстати, здесь в этой части тоже такой вопрос задала. Но, тем не менее, мы эту историю продолжаем и спрашиваем у вас, на ваш взгляд, облик города Кирова меняется и в какую сторону? На сайте хакирова вот сегодня 50% все-таки до сих пор говорят, что в худшую сторону меняется облик Кирова. И по 25% в лучшую ничего не меняется. Вчера очень много было проголосовавших, кстати, ВКонтакте. Да, на данный момент проголосовавших 500 с лишним человек. О, а вчера было 350, 500 это очень репрезентативная выборка. Вчера, я помню, основная борьба шла между вариантами ответов в худшую сторону и ничего не меняется. И вот на данный момент вперед чуть-чуть вырвалось в худшую сторону, 39%. 37% ничего не меняется. Тоже не самое позитивное голосование. Голосуйте, пожалуйста, и еще раз. 211-101, номер телефона прямого эфира. Знаете ли вы, за что вы будете голосовать 18 марта? За что, а не за кого? Мы сейчас не про президентские выборы. А за какие участки нашего города вы будете голосовать, чтобы они попали в федеральную программу «Благоустроенная среда». Мы ее так сокращаем. Слушай, интересно, как это будет выглядеть? То есть человек приходит, да, и вот он предъявляет паспорт. С 14 лет можно голосовать. Между прочим, да, с 14 лет можно голосовать. Это очень важно. Это хорошая, кстати, история, она мне понравилась. Можно прийти с ребенком. Я имею в виду взрослого человека. Это как будет выглядеть? Взрослый человек, совершеннолетний, которому 18 лет, он подходит, отмечает в журнале, пришел избиратель. Ему что, разом выдают и бюллетень с кандидатами в президенты, и вот эти бумаги, их там будет несколько, солидная пачка будет. Я, вот, 93 территории, ты понимаешь, плюс по каждому, плюс еще по голосованию. Одновременно будет получать человек? Просто я к тому, что, мне кажется, что затормозит процесс голосования это дело, если одновременно все выдавать. Ну, понятно, там, за кандидатов в президенты человек поставит галочку, а потом будет изучать вот эти несколько листов и думать, за что же проголосовать-то? Вот мне кажется так, если одновременно все выдавать. Это вот поэтому мы с тобой тут культ просвета устраиваем, поэтому мы сегодня взяли список из 93 территорий и попытаемся вам подсказать, какие территории в вашем районе выставлены на голосование. Нам бы было интересно, конечно, узнать, где вы еще. То есть мы это распечатали с сайта городской администрации. Еще раз говорим, довольно долго искали, потому что там надо найти страничку, страничку городские проекты. Все-все-все прочитать, значит, городские проекты нажать, прочитать, потом найти протокол номер 5 заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта. Нет, нет, они не только в протоколе новой 5. Я нашел, я нашел, я нашел не в протоколе, я нашел, вот чуть повыше есть, список, перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. А, кстати, да, мы вчера не могли это найти. А мы вчера звонили, потому что и просили как-то выделить особым способом этот список. И спасибо большое, а городская администрация... Да, он отдельно появился, и, собственно, я его нашел и распечатывал. Причем мы звонили очень поздно уже вечером, и посмотри, как оперативно... Правда, он все равно верхтормашками выложен, да? Но в формате PDF... В формате PDF, но выложен, и его теперь легко найти. Спасибо большое, очень быстро отреагировали, молодцы. Ну, у нас он распечатан, звоните 211 и 101, мы вам подскажем. А, во-вторых, говорите, знаете ли вы, за какие территории вы будете голосовать, если уже ознакомились. И нас интересует, а где еще, кроме сайта городской администрации, вы слышите информацию, что мы голосуем, кроме того, что за президента какого-то, какого-нибудь из кандидатов в президенты, также и за территории в нашем городе. Мы вам большой сегодня спектр для общения предоставляем, да, вопросов и тем. Я вот, например, слышала в магазине «Глобус» ролик. То есть внутреннее радио, да? Ролик в магазине. Да, в магазине «Глобус» я слышала. И этот ролик, по-моему, у нас есть сейчас. Да, а мы сейчас его послушаем. Перед перерывом послушаем. А может, после перерыва? На перерыв, с перерыва на нем заговорим. Ну, давай, договорились. Давайте перерыв. Как сделать наш город комфортным? Оцени дизайн проекта благоустройства. Поделись с друзьями и коллегами. 18 марта. Выбери лучшие проекты. Они будут реализованы в Кирове в ближайшие два года. Каким будет твой город? Выбираешь ты. Федеральная программа формирования комфортной городской среды. Подробности на сайте admkirov.ru Такой хороший посыл. Выбираешь ты. Все, да. Прямо конкретно сказано. Все про вовлеченность. Мы тоже много об этом говорим. То есть проголосуешь. Если б я... Возможно будет. Не проголосуешь. Если б я не был сотрудником редакции. Если б я не читал так активно интернет. Если б я смотрел телевизор. Так, подождите, я запутался. В общем, если б я здесь не работал, я бы, наверное, вообще никогда не услышал этот ролик. Не услышал. Да, не услышал бы ролик. Интересно, наши слушатели слышали, видели. Про программу бы ничего, может быть, не знал. Ну вот, кстати говоря, помнишь, когда к нам приходил начальник отдела благоустройства, Дмитрий Печенкин, мы специально его приглашали, чтобы он рассказал, как все дело пойдет, как будет голосовать и так далее. Все позвонившие абсолютно нам говорили, что, когда про тротуары зашла речь, все звонили про тротуары, они все нам говорили, что вот нам надо тротуар туда-сюда. Но никто не подавал заявку. И мы с тобой ручками выбивали здесь прямо, да, вот с двух компьютеров заявки. И там на тот момент было 100 с небольшим пока заявок. Да. А администрация отчиталась, что в конце концов на 12 февраля, когда заканчивался, собственно, прием этих заявлений, было сколько? 25 тысяч 700 предложений. 25 тысяч 700 предложений. 25 тысяч 700. Как вот среди них 93 выбрали, вот удивительно. Да. Точно такая цифра, да? Считаю черным по белому на сайте. Сумасшедшая цифра. 25 тысяч 700 предложений. Для сравнения, я посмотрел, сколько в Удмуртии собрали по всей Удмуртии, там собрали 50 тысяч предложений по всей Удмуртии. Но там реализуют всего лишь 49. Ты представляешь? У нас 93, и там почти 26 тысяч предложений было. Вот это да. Нет, вот это результат, я вам скажу. Ну, значит, все-таки информационная работа глобальная была проведена администрацией города Кирова. 211-101. Меняется ли наш город к лучшему? Верите ли вы в программу формирования комфортной городской среды? Знаете ли, за какой объект будете голосовать 18 марта? Я имею в виду как раз объект в городе Кирове. 211-101. А, да, прости, привык. Приглашаю. Кстати, если... Ведь формирование комфортной городской среды, это еще и программа, по которой можно отремонтировать свой двор, да? Программа была принята в ноябре 2016 года. В 2017 году, в прошлом, впервые ремонтировались дворы. Но по дворам все, выбор в прошлом году уже осуществился весь. Да, с 31 октября по 15 ноября принимали, собственно, заявки и документы все. А в этом году есть возможность еще так называемую общественную территорию благоустроить по этой федеральной программе. Нет, я хочу обратиться к жителям тех домов, у которых вот отремонтировали двор по федеральной программе. Довольны ли вы этим ремонтом? Все ли было сделано подрядчиками? Давай спросим. Столько много предложений уже. Столько много предложений уже. Ну, давайте. Я вот, смотрите, я, конечно, как житель Первомайского района открываю свой список. Значит, Первомайский район, парки, скверы, пешеходные зоны, в скобках тротуарная сеть. Ну, вот мой тротуар, который я заявляла, он не вошел в список. И я так понимаю, что здесь вина нас, соседей, которые живут на этом участке, потому что не активно голосовали. А вообще в Первомайском районе 20 пешеходных тротуарных зон, 20 целых представлено. Но и надо понимать, что, конечно, не 20 будет отремонтировано, потому что если у нас 79 миллионов, а только на Кочерский парк в прошлом году где-то 40-50 миллионов пошло, да, не на весь, то представьте себе, у нас парков-то, тут все крупные парки заявлены, вообще все наши парки заявлены в этом перечне. Если туда уйдут деньги, то не знаю, что на тротуары останется. Так что надо тут вот людям все-таки иметь в виду, что недостаточно было послать электронную заявку. Надо еще вести агитацию и голосовать 18-го числа за свой тротуар. Вот моего тротуара-то, к сожалению, нет. Ну что, будем озвучивать-то все? Ну, не, не знаю. Я бы не стала все отмечивать. За мусорим их. Если люди не звонят, то, значит, может, они либо все знают, либо им вообще неинтересно. Но вот то, что ты сказал, это правда, это важно. Как это все будет 18-го числа осуществляться, когда надо будет копаться в итоге в этом списке из 93 зон? Не то, чтобы копаться. Можно, конечно. Кроме того, чтобы проголосовать за какого-то кандидата в президенты. Ну, мы, на самом деле, сейчас связываемся с Дмитрием Печенкиным, с начальником отдела благоустройства управления и транспорта администрации города Кирова, чтобы он нам пояснил, на все наши вопросы ответил. Во-первых, где эта информация располагается. Может быть, это в подъездах. Понимаешь, мы обсуждали, хорошо бы, чтобы на информационных досках в подъездах это было. У меня в подъезде нет информационной доски. У нас есть, но у нас списка нет. Потому что если эти списки будут только на сайте, то мы уже знаем, какая это тут история, судя по тому, как люди нам звонили, что на сайты вообще не заходят. Если это будет в теруправлениях, то я что-то сомневаюсь, что кто-то ножками до теруправления дойдет. В центре местной активности, как нам сказали. В центре местной активности, там тоже меньше 10% населения в эти центры ходит. К сожалению, вот такая статистика. И впервые увидят этот список в момент голосования 18 марта. 211-101. Звоните нам, мы вам подскажем, что в вашем районе выставлено на голосование. 211-101. Ну и вот продолжаем смотреть на опрос на сайте эхакера.ру и нашей группе ВКонтакте. Где мы вас спрашиваем, как меняется облик города Кирова. К сожалению, до сих пор и на сайте, и ВКонтакте, я так понимаю, в худшую сторону лидирует ответ. И ничего не меняется. Вот в худшую сторону ничего не меняется на сайте. В общей сложности получается почти 80% отвечает. И всего лишь 20% с небольшим говорят, что в лучшую. Это печально, что так думают люди. Кстати, я вчера успел зачитать только один комментарий с нашей страницы ВКонтакте. Появился еще один от небезызвестного нам Максима Копылова. Это наш земляк, который родился в Кирове и сейчас живет, работает в Москве. Он написал, это речь идет про Киров. Недостаточно отреставрировать отдельные исторические здания, поставить скульптуру, чтобы облик нашего города стал лучше. К сожалению, он, этот самый облик, портится отдельными, неуместными или вовсе уродливыми строениями. В исторической части города приводится, для примера, ТЦ Крым. Плохим состоянием или уничтожением большинства исторических зданий, хотя есть и хорошие примеры реставрации, а также обилием визуального мусора и плохим состоянием улиц. Ну вот это последняя только реплика. Плохое состояние улиц относится к нашей сегодняшней теме, потому что фасады зданий и архитектура в нашу сегодняшнюю тему не входят. Но у нас есть на связи Дмитрий Печенкин. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый день. Да, начальник отдела благоустройства управления благоустройства и транспорта администрации Кирова с нами на связи. Дмитрий Александрович, у нас вот простой вопрос. Мы вчера с Владимиром пытались найти список из 93 территорий, которые будут выставлены на голосование. Нашли его на сайте администрации. И спасибо, что администрация отреагировала на наш звонок. И еще отдельно для таких, как мы выделила ярко этот перечень. Но нас интересует, а где на местах жители Кирова могут ознакомиться с перечнем из этих 93 территорий? Ну, наверное, первое отмечу то, что, как вы уже сказали, на сайте это все опубликовано. Сегодня у нас вышла газета «Наш город». Дополнительно в ней опубликованы все вот эти территории, которые у нас вынесены на рейтинговое голосование. Они также переданы в каждое территориальное управление, в каждый центр местной активности и в органы территориального общественного самоуправления. А на радио, на телевидении, в интернете, на каких-то информационных сайтах это было размещено? Если говорить про сайты, то это в первую очередь сайт администрации. Я, наверное, еще отмечу, что на следующей неделе с 12, 13 и 14 числа в каждом территориальном управлении пройдет общественное обсуждение вот как раз тех дизайн-проектов, которые подготовлены по этому списку из перечня. А, обсуждение только еще будет. Это очень важно. Расскажите, пожалуйста, 12, 13, 14 марта. Это будет понедельник, вторник и среда. В каждом территориальном управлении можно ли сказать, со скольки до скольки пройдет единое время какое-то или нет? Значит, мы планируем, что будет время обозначено. Это 18 часов понедельник, вторник и среда. В понедельник будут обсуждения в Ленинском и в Новоавятском районе, во вторник в Первомайском и в среду в Аттавском районе города. Там будут представлены вот все те зоны, которые по каждому району были выбраны путем электронного голосования. По ним есть проекты. Кто эти проекты будет людям представлять и разъяснять, что там в них? И как это будет происходить? В чем суть этого обсуждения? Значит, там будут представлены по каждому району те дизайн-проекты и те территории, которые были отобраны для рейтингового голосования. Значит, будет презентация этих дизайн-проектов. Представлять их будут представители администрации города Кирова, разработчики данных проектов. Ну и по ходу обсуждения будем обозначать какие-то замечания, предложения, которые могут возникнуть. Любой человек может поучаствовать в обсуждении? Да, любой, они открыты. Вот голосовать можно с 14 лет, то есть я делаю вывод, то есть и 14-летние могут прийти тоже? 18 марта, в период проведения рейтингового голосования, у нас по условиям приоритетного проекта формирования комфортной городской среды принять участие в рейтинге голосования может любой гражданин Российской Федерации с 14 лет. А значит и на обсуждения на следующей неделе могут прийти граждане с 14 лет? Конечно, если учитывать, что они допущены до голосования, то и принять участие в обсуждениях, они, я думаю, что имеют право. Там будет просто список или картинки можно будет какие-то посмотреть? Нет, там будут представлены в том числе и дизайн-проекты в виде эскизных проектов, там концепции благоустройства. То есть это презентация, да, все такая полноценная, чтобы люди посмотрели и увидели? На сайте городадминистрации сказано, что целых 25 700 предложений было собрано. Это действительно так? Не опечатка? Нет, это не опечатка. Значит, эти предложения поступили только через сайт администрации. И еще дополнительно у нас 11 лишних тысяч поступили предложения через Центры местной активности и учреждения культуры. То есть общее количество это 37 тысяч. Сумасшедшая какая-то цифра просто, честное слово. Очень впечатляюще. Ну вот смотрите, 93 территории было отобрано. А мы задавали вам в прошлый раз, когда вы приходили, этот вопрос. А что с оставшимися несколькими десятками тысяч предложений? Они как-то будут прорабатываться? Ведь это, собственно, болевые точки, которые отмечают жители города. Ну я, наверное, в первую очередь отмечу то, что у нас из 37 тысяч именно 93 территории отобраны, и остальные там 37 или 36 тысяч остались, так сказать, за бортом. У нас только по микрорайону Розерки за сквер проголосовало 6 лишних тысяч человек. А, то есть это просто... Каждую территорию поддержали достаточно, ну, значительное количество человек. И у нас в общественной комиссии был проведен отбор по тем территориям, которые получили максимальную поддержку. Но мы брали как и по паркам, и по скверам, и по тротуарам более 100 предложений. А, я смотрю... Территории, которые набрали. Они все включены вот как раз в 93 территории. Номером один в Первомайском районе как раз идет сквер этот по улице Павла Корчагина в районе дома номер 240. Дмитрий Александрович, то есть, подождите, 37 тысяч это голоса, заявки. То есть это не 37 тысяч разных заявок. Это всего столько было голосов. А заявок-то, в смысле, мест меньше гораздо получается. Нет, но я вам пример привожу, что из этих 37 тысяч только Озерки 6 лишних тысяч голосов. Хорошо. Приложение. Хорошо. У нас еще один такой вопрос интересный возник в ходе нашего обсуждения с Володей здесь в студии. Вот приходит человек на избирательный участок. Как это все будет происходить? Ему одновременно выдаются и бюллетень по голосованию за кандидата в президенты, и этот список из 93 территорий или как-то по-другому? Нет, значит, я начну с того, что у нас почти в каждом помещении, где находится избирательный участок, будет счетная комиссия размещена. Но это будут не две комиссии, которые сидят в одном, грубо говоря, там в одной комнате. Они будут разделены отдельными помещениями. То есть, придя в единый день голосования на выборы президента, гражданин будет иметь право зайти в соседнее помещение, чтобы отдать свой голос за ту общественную территорию, которую он хочет благоустроить. У нас на территории города разделено голосование по четырем районам. В каждом районе будет свой бюллетень. То есть, все территории разбиты по территориальному признаку. В этом бюллетене предусмотрены три группы территорий. Первая группа – это четыре общегородских парка, то есть в каждом районе по одному парку. Вторая группа – это парки и скверы районного значения. И третья группа – это тротуары, пешеходные зоны, которые отобраны. В каждом районе, в зависимости от количества территорий, человек получит не 93 территории, а в соответствии с территориальной принадлежностью. Те территории, которые отобраны в районе. В Первого майском районе человек получит те территории, которые прошли отбор именно по Первомайскому району, в Ленинском, по Ленинскому и так далее. То есть, я, условно говоря, я живу в Первомайском районе, а родители у меня в Октябрьском. Я за их тротуар проголосовать не смогу, только за свой. Я говорю, что в первой группе будут смечены 4 общегородских территории, 4 общегородских парк. То есть туда вынесены 4 объекта, за которые можно проголосовать на территории всего города. Будут ли на участках информационные стенды или кто-то будет направлять людей и говорить, что не только за президента голосовать, вот сюда за президента, а вот сюда за территорию? Обязательно будет вся наглядная документация. Будут выставлены дизайн-проекторы, размещены на каждом счетном участке. И будут все опознавательные знаки указаны, куда необходимо подходить, чтобы отдать свой голос по комфортной среде. Ну и мы понимаем, что эти 93 территории, вот именно они на 2 года, правильно? Все верно. Мы сейчас производим набор в результате рейтингового голосования на 2 года. Понятно. Еще один вопрос. В течение какого времени, Дмитрий Александрович, станут известны результаты этого голосования именно за благоустройство? У нас по условиям проекта в течение двух дней мы публикуем те территории, которые... Ну, результаты рейтингового голосования. И до конца марта, до 31 марта мы должны уже утвердить программу с учетом рейтингового голосования по ее реализации. А торги там или конкурсные процедуры? Дорогие конкурсные процедуры начнем сразу же после завершения вот этих мероприятий по голосованию и по утверждению программ. То есть я думаю, что в течение апреля, мая месяца мы эти процедуры должны все завершить по отбору подрядчиков и подготовке проектно-смертной документации. С тем, чтобы уже с начала лета пошли работы, да? Да, чтобы уже с погодными условиями, которые нам позволяют работать, начать как раз реализацию всех тех проектов, которые победят по результатам рейтингового голосования. Спасибо, исчерпывающий комментарий, Дмитрий Печенкин, начальник отдела благослуживания управления транспорта администрации города Кирова. Сейчас прервемся, на полторы минуты у нас реклама и продолжим разговор со слушателями. Мы что, подобьем немножко, да? Да. Ту информацию, которую мы выяснили. Да, ну спасибо большое, во-первых, еще раз Дмитрию Печенкину, что он оперативно вышел на связь с нами буквально и все нам разжевал и пояснил. Мы еще раз это в новости, конечно, включим все для того, чтобы до всех дошла эта информация. Давай подобьем. Итак, 18 марта не только мы, не только кировчане, вся страна будет голосовать не только за президента, но и за обустройство конкретных общественных территорий. Как выяснили мы, голосование будет разделено. То есть сначала можете за президента проголосовать сходить, потом отдельный пункт как раз-таки за эти городские территории. Нет, пункт тот же самый, другая территория. Ну да, просто отдельное помещение, да, отдельное помещение. Как пояснил нам Печенкин, будет обозначено, люди будут приглашаться, так что не проходите мимо. Голосовать можно с 14 лет, еще раз напомним. И вот я читаю новость, вышедшая ранее на нашем сайте, ихкирова.ру, голосовать можно будет за три, не более трех, собственно, общественных территорий. Но они так будут и поделены, да, общегородская какая-то история, большой парк какой-то, да, а потом зеленая территория в вашем районе и, например, тротуар какой-то там в вашем районе. Мне, кстати, нравится тема, которую в Калуге развернули, я об этом рассказывал, в трассе 101. Там Калужская администрация города Калуги договорилась с одним из автосалонов. Давайте завлекать народ на избирательный участок, на избирательный участок 18 марта. Выделили машину «Лада Приора», давайте ее разыграем между избирателями. В Калуге будут разыгрывать машину 18 марта. Представляете, почему бы у нас вот такое не сделать? Причем там чиновники, там высокие. А как ее можно выиграть в Калуге? Без пояснения. Там, видимо, какой-то плотерейный билетик будет, наверное, выдаваться избирателям, которые придут, а потом барабан. Ну, как обычно так делают. Еще и автомобили. И там чиновники с такой пафосной речью выступили, что нам очень важно, чтобы все жители Калуги пришли на избирательные участки, чтобы президента выбрали, чтобы проголосовали за эти территории. Как бы мэров еще выбирали, городов, я тебе скажу. Вот прямым голосованием тоже. Я так понимаю, все равно автомобиль-то будет оплачен из бюджета города. Да не может быть такого. Нет? Нет. Конечно нет. Или это такой подарок? Нет. Жест? Как может бюджет города выделять деньги на автомобиль? Да? Представляешь? Они же закупают. Они в чью президентскую компанию вкладывают? Они же закупают автомобили для себя, для парка администрации. Списанные автомобили из парка администрации. Ну, так или иначе, вот новость такая была. Можете проверить, зайти в интернет. Калуга, выборы, Лада Приора вам выдаст. Социально ответственные бизнесмены поучаствовали в процессе, я так думаю. Но, смотри, на самом деле история интересная, что когда мы говорим об изменении облика города, очень многие звонят и говорят, что давайте, товарищи, не будем разговаривать про цвета фасадов, торговый центр Баска, не будем говорить про плитку на авиационном техникуме и про эту площадку Киров меняется, когда действительно у нас все плохо с общественным транспортом. И ты знаешь, в последнее время, вот если раньше дороги, а был первый такой аргумент, который приводили наши слушатели, говорили, когда у нас такие ужасные дороги, о чем вы еще говорите? Вот сейчас уже как-то ты заметил, да, не на первом месте стоят дороги, когда люди возмущаются и звонят. А на первом месте стоит общественный транспорт, судя по нашим эфирам. И не устраивает людей, в каких условиях они передвигаются по городу. Не устраивает качество машин, не устраивает и топливо, не устраивает обслуживание. И это, конечно, такая вот, ты знаешь, для меня это будет очень показательно. Зеленые зоны, ты сам знаешь прекрасно, что я за них очень болею, но когда в Кирове... За кого болеешь? За Спартак? Нет, за зеленую зону. Ну, когда в Кирове начнет меняться ситуация с общественным транспортом, когда пойдет закуп новых машин, когда будут вежливые кондукторы, когда будет достаточное количество рейсов в чистые пруды, да, например, наконец-то, и люди смогут... Почему именно чистые пруды ты вспомнила? Я вспомнила чистые пруды, которые существуют уже много-много лет, а люди по-прежнему там ходят по народной тропе и переходят железнодорожные пути, чтобы попасть на улицу Карла Маркса. А, ну это и есть. И вот и до сих пор, значит, такая же ситуация. Вот тогда, наверное, большее количество горожан почувствуют, что город меняется действительно. Ну, потому что пешеходных зон в городе у нас практически нет. Тротуары, поэтому тротуары, болевая точка, и общественный транспорт. Пешеходные зоны и тротуары это одно и то же? Не одно и то же. Ну, пешеходная зона... Пешеходная зона обычно, она где-то вдалеке от дороги, да, в том же сквере. Нет, пешеходная улица имеет... Пешеходная улица. Пешеходная зона, может быть, мне кажется, что угодно, где ходят пешеходы. Ну, то есть это и тротуар, это и парк, и это и закрытая улица. И тропинка тоже зимой протоптанная. Пешеходная зона. Тоже пешеходная зона. Ну, наверное, я не знаю, надо посмотреть. Но эта история такая, да. Потому что нужно уже думать все-таки о людях, которые передвигаются не на собственных автомобилях, а на общественном транспорте и ходят пешком, и на великах есть. А, кстати, ранее Дмитрий Печенкин нам говорил, муниципалитет вкладывается, как-то софинансирует эти вещи? Или это только федеральные деньги, эти 79 миллионов? Вот мы сейчас не переспросили об этом, просто я читаю по другим регионам. Там есть еще и областное и местное софинансирование. Например, вот Сахалин, у них сумма в полмиллиарда. По-моему, для всех единая. 500 миллионов на весь регион. Разве не для всех единая система участия в этой программе? Мне кажется, нет. Вот и мы с тобой подзабыли просто уже вот эту историю. Условия участия. Мне кажется, что единые должны быть требования по всей стране. Просто я к тому, что в целом такая система-то, ну, не очень как-то, да. Вот сегодня федеральный центр дал эти деньги, завтра может не дать. И что, мы ее ремонтировать? А мы будем ждать. И мы не будем ремонтировать, не сможем. А вот поэтому мы... Ты помнишь, когда приходил к нам Владимир Васильевич Быков, который вернулся с расширенного заседания Совета Федерации, он говорил, что уже громогласно, самыми высокими чинами заявляется, что разрабатывается программа, которая изменит распределение налогов в стране. То есть регионы будут получать, будет не все сваливать в федеральную корзину, да, а минимум оставлять себе, а будут получать в какой-то другой пропорции эти деньги и сами смогут распоряжаться своими налогами. Он, между прочим, я помню, ориентировал нас на весну. Судя по всему, процесс как-то дальше продвинется после выборов президентских. Но мы ждем, какие изменения здесь будут, потому что вот тогда не на федеральный центр нужно будет пенять и туда смотреть, а уже тогда можно работать со своими властями. И власти не смогут говорить, что в регионе денег нет. Все ушло туда или сюда, или так, или сяк. Власти сами должны будут думать, не ждать федеральных программ, а сами должны будут думать, какие потребности общества в первую очередь закрывать деньги. Ну, Москва в любом случае будет контролировать все равно это дело. И это само собой. Да, если больше налогов у нас здесь будет оставаться, то и больше требований к нам будет. Ну, я не знаю на самом деле. Но вот в конце концов у нас же Российская Федерация. Федеративный-то принцип пока что официально не отменен. И хочется, чтобы эти федеративные принципы мы почувствовали, наконец, в нашем регионе, а не только в Татарстане, например. Сейчас скажу крамольную мысль. Давайте присоединяться к Татарстану. Что ж, присоединяться-то сами-то мы что-нибудь можем или нет? Будет у нас больше свободы. Если будет изменена действительно как-то вот эта пропорция налогов, распределение налогов, то вот тут ответственность-то, конечно, большая ляжет на правительство Кировской области. Но и хотелось бы, чтобы большую ответственность почувствовали и сами горожане. Ну, потому что участие вот в этих процессах, которые нас все вовлекает, вовлекает благоустроенная среда, дороги, голосование, ППМИ, да, проект поддержки малых инициатив, все городские проекты, которые сейчас там входят в площадку, Киров меняется, все требует участия людей. Вот не пассивного отношения такого, а непосредственного активного участия. И поэтому давай еще раз напомним, что будет в понедельник, вторник и среду в территориальных управлениях районов нашего города. Это впервые сейчас Дмитрий Печенкин нам озвучил, что в 6 часов вечера, это хорошо, что выбрали это время после работы, да в 6 часов вечера в территориальных управлениях ваших районов придет обсуждение проектов тех территорий. Дизайн проектов. Дизайн проектов, за которые можно будет проголосовать 18 марта в рамках программы, федеральной программы формирования комфортной городской среды. С 18 часов, если что, там... Слушай, забыли спросить Печенкина, а если народ скажет, фу, какая гадость, что вы тут натворили, да, что вы тут наваяли, не нравится, я не хочу. Ну, наваяйте сами. Именно так. Все равно будут благоустроевать. Будут, конечно, но не все же так скажут. А потом надо сказать, что когда что голосование и предложения принимались по проектам, то ведь эти предложения могли излагаться в простой форме, как мы с тобой вбивали на сайте, когда просто там адрес, да, например, плиточку такую, пожалуйста, положите и так далее. А можно было подать свое предложение с дизайн-проектом или хотя бы какой-то схемой, которая бы описывала, что вы хотите. То есть вы сами могли бы в этом поучаствовать и предложить, и подать. А теперь уже, кстати говоря, на следующий год уже не сможем, потому что напоминаем, что в этом году мы голосуем за территории, которые за два года будут благоустроены в 18-19 годах. Дальше уже 20-21, до какого там года? До 22-го. До 22-го. Это будет следующий этап, мы не очень понимаем, как он будет складываться, так же, как в эти годы или как-то по-другому, может что-то изменится, но надо посмотреть на результаты здесь. Меня знаешь, какой еще вопрос интересует? Последнюю же секундочку, да, мы уходим с первого часа. Меня интересует вопрос, как будет осуществляться контроль за вот этой программой формирования комфортной городской среды. Будут ли созданы группы какого-то общественного контроля, как вот за дорогами, да, группа была создана при общественной палате? Будут ли как-то вот ячейки объединяться в этих же там центрах местной активности, чтобы контролировать, как исполняется эта программа? За дворами люди, понятно, вышли, посмотрели, что происходит. Я знаю, рассказывали люди, когда на ходу менялись там, да. Один старший по дому мне рассказывал, что он выходил, но он пенсионер, и он прям вот над душой стоял, что называется. Стоял над душой, и так практически в каждом дворе. Да, и даже меняли там положение, там бордюры и так далее. Вот как здесь будет осуществляться контроль, это уже, мне кажется, вопрос, который мы будем задавать после голосования, это интересно. Вообще нам много чего интересного после выборов, обещают. Поговорим, обсудим. Прерываем сейчас на новости, тематические программы и рекламу, а в следующем часе предоставим возможность нашим мужчинам поздравить своих дорогих женщин с праздником 8 марта, и мы вас тоже поздравим и дадим возможность преподнести в качестве презента вашим дамам пригласительный на концерт группы «Цветы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова